Идет вражда между людьми. Сталкивается, получается, лбами друг с другом из-за того, что нету столько воды. Каждый свою точку зрения показывает, кто как может. Людмила Билан бьет тревогу. Неустроенность дорожной сети сказывается на межличностных отношениях. Соседи начали вражду. А причина всему то, что каждый, как может, справляется с лужами возле своего двора. Проблема тянется годами. Ее первоисточник – центральная улица, которую, по словам Людмилы Васильевны, арендаторы баз по соседству несколько лет назад засыпали гравием, тем самым значительно подняв ее уровень. Эта дорога, которая проходила, когда-то грамотно сделанная, была леневка засыпана или загрунтована базами. То есть слива теперь нету, как положено, сверху вниз, кубани туда. Отсюда все беды пошли. Начало затапливать с той стороны, потом сюда люди все время тратятся, завозятся, отсыпают. Вот посмотрите, сколько яйных растут выносила, чтобы к ним не шла вода. Здесь тоже трещину дал весь в трещинах. В общем, где-то в течение 7 лет я здесь проживаю, а здесь безобразно все время болото. По словам жителей, ливневки были вдоль центральной дороги по улице Железнодорожной. Одни говорят, что их засыпали, другие утверждают, что отводов не было вовсе. Как бы то ни было, история эта давняя, и выяснить, кто виноват, сейчас сложно. Главное неудобство – то, что сегодня вся дождевая вода стоит по улице. Одни хозяева, спасаясь от болота, засыпают участки возле своего дома, другие сетуют, что им от этого только хуже, и просят помощи местных властей. Нужен просто специалист, который бы грамотно подсказал, чтобы дальше продолжений не было на остальные кварталы. Как грамотно здесь делать, что мы можем предпринять. Я не знаю, в материальном положении, например, лично я как пенсионер не пойду, но у меня 6500 пенсий. Ну, чем смогу, тем помогу, потому что это общее дело, но суть, я говорю, корень зла где? Это неправильно сделанная дорога. Подобные ситуации еще на нескольких участках этого района. Жителям в решении проблемы помогает и ТОС. Непростой вопрос не раз поднимали квартальные. Про данную проблему мы знаем, неоднократно озвучивали в администрации города. На ремонт ливневки требуются большие финансовые затраты. Данный вопрос стоит на контроле. Есть мнение, что данный вопрос требует детального рассмотрения экспертами в сфере дорожного строительства. Не исключено, что и ливневки глобально не исправят ситуацию. Возможно, в этом районе близко находятся подпочвенные воды. Ирина Рухлядко, Евгений Халманских, служба информации канала РЕН-ТВ, Армавир. Продолжение следует...